тема другая пропускаю и говорю маленько вот это жуть это тоже еще один это сюда вот умудрился вот это вот купить даже слов не подберу а рядом ребенок сидит это я рассказывал перезимовал в таком виде абрикос и не замерз как он еще не был такой зима без снежья минус 40 вот это вот это фактор это значит что это манджурский абрикос лидер по морозостойкости рядом такие русле вы замерзли вот это значит приготовленный ящик раньше были такие огромные ящики как сейчас у сергея стандартные сейчас я не могу такими пользоваться и он не может какие дорогие маленькие и сейчас он специально заказывает на паблику картонные ящики 5 раз больше этого а в то время это было как заметь 11 октября я специально написал вот видишь еще зеленые до некоторых смотри а я специально так вот вот тут листья упали вот на этих смотри я ничего не обрывал ни это святое листья обрывать нельзя на них упали это значит ранее ну они хоть и считаются все манджурцами но у них разная папа одни уже уснули вот эти слева а справа еще стоят зеленые это те самые у них папа это вот так вот прежде чем отправить кому-то они будут обмотаны мокрыми тряпками ни в коем случае не обмазывайте этим же глиной глупость без несусветных глины обмазывали раньше перед длительной транспортировкой чтоб не высыхали корни а сейчас 5-7 дней среднем идет посылка вот достаточно сырая тряпка сверху полетеленного мешок и вот такая обрезка это специальная фотография показать что корни корнями но выкормить могут только половину так ну яркий пример ну как бы вы ни старались весь корень не сохранить что мы стараемся делать сохранить максимально вот это осень это или показывал нет это весна осенью все три были зелененькие ждали покупателя покупатель не приехал и остались вот так ночевать зимовать прошла бессмертная зима 40 градусов и наконец умерли китайские сливы и вот он выжил прекрасный саженец выжил всем я его и поздравляю это весь раз показала что наступки нет а это чистая колонна я вам показала тогда тот саженец там была сорт КВ-7 там мировой рекорд а это рекордсмен по высоте вот здесь уже было три моих роста это значит 5 метров с лишним и самый высокий достигал 6 больше это мой мировой рекордсмен не благодаря мне а благодаря тому что я все таки привал на море сибирьки почему нет морозостойкости у этих самых у тех которая привита палка которая проросла ну что такое палка откуда она корни искусственные а здесь все настоящее вот результат сорт Баргузин моя гордость вот но этого соседа я сфотографировал я ему посадил этот саженец он сразу не сразу на третий год стал водоносить а он увидел что это же учебная фотография и про корни вот догадайся причем тут корни ни за что я часто такие вопросы задаю ученикам потому что все слушают уши развесили а вот подумай что вот здесь могло случиться почему я забраковал вот это вот использую фотографию как тут все в порядке но я использую как неправильный учебный снимок арматура торчит арматура торчит ну и трогу была бы деревянная тут железная какая разница корни корням подземление тепло из-за арматуры холод холод и результат ну ну 5 поставлю не комфортно не как ты сказал не тепло не комфортно корням ну еще одну ну что он же урожай дали продакол наткнули позже чтобы не чтобы навык не клонился от урожая то есть с колом еще не с этим арматурин и она еще не зимовала не раз ну на тройку ответить ну ну что ну вот арматурин убита еще по 10 метров на 20-30 возле корней не знаю так то просто корни замерзнут так я сказал то что ну ладно четыре ну что пять сказать получить это четко сказать просто замерзнут корни дерево погибнет прекрасное дерево кстати жигулевское вот так надо отвечать ясно это страшная ошибка ведь я не раз видел один совет этих людей которые видимо них так просто бейте металлический хол подвяжите удобно почему металлический он стоит может несколько лет простоять думает этот специалист или псевдоучитель деревянный то на второй год падает обычно сгнивает а этот вечный но это вечный только он будет стоять а рядом мертвое дерево так что это значит здесь это тоже на эту почему вот представь себе я собираюсь выкопать вот эту сливу почему я так лопату поставил чтоб корни не повредили пятерка дай руку правильно дело в том что слушай я тебе этого не учил когда копаешь вот так поперек то есть если была лопата на 90 градусов повернута она прямо рубит корни а когда вот так интересно когда копаешь они поднимаются и остается целая большая часть ну спасибо брат порадовал а давай дальше на ту сообразилку пробовать так зачем это пятерка ну-ка не знаю а почему но именно в таком месте это граница чего корней а по точнее давай вот это штаб а это корни корни начнут да начинается отсюда и как это место называется корни даже не слышал терпин корневая шейка нет не слышал вот сейчас мы их уже будем заканчивать скоро во первых это снимок а идет отсюда смотри возвращаюсь вот вот этот корень вот этого дерева кстати вот все интересно смотри вон оно пятнышко смотри видел вот а именно этого дерева почему потому что мне потом я похвастался Курдюмову вот вот так я думаю постоял сфотографировал даже не знаю что делать Курдюмов говорит просьба выкопать и сфотографировать корень ля 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 вот он так и я выкопал сфотографирую да корни живые да можно использовать как пример того что это уникальное морозостойкость 40 градусов без этого выдержал ведь официально считается я когда смотрю написано корни могут выдержать минус 9 минус 12 градусов почему они находятся под землей на них не распространяется это корона может 40 а корни вот 12 и не больше и не ниже потому что мол они под землей они не рассчитаны на морозы а когда вот так как получилось что она приподнята вот это что тут не мороз был ну какой тут может быть мороз ну не 40 но 38 35 да так и до весны без снега простоял у меня есть фотографии но они не собраны в отдельную тему вот так и было вот столько сегодня без снега было до нового года пусто без снега а потом вот столько и вот это послужило примером доказать что именно мальжуйский абрикос феномен феноменален вот и тогда я вытащил его выдернул сфотографировал спасибо не было бы этого снимка а сколько тем вот столько сохранилось корней ну если бы я его вовремя продавал когда я бы помню крону если бы человек приехал тогда когда он уже был в коробке все с комом земли я бы все равно пол кроны бы отрезал так полагается почему видно что корни нарушены гляди это раз вот феноменальная морозотойкость убедились помог это сфотография убедились так теперь это пятнышко смотрит на юг вот как было до выкопки на юг смотрела так посадили опять уже смотреть на юг верно общаемся к темам кольца берешь выпиливаешь дерево спилишь поперек там годовые кольца ну люди представляют и в школе чуть может быть поздно там в седьмом восьмом классе все равно учить будете и если еще не отказались от этого в пользу какой нибудь глупых тем или там этих программ сейчас это модно нагружать школьников так вот годовые кольца расположены по сторонам света неравномерно и если это пятнышко вместе с солнцем смотрел на юг то садить надо чтобы он снова смотрел на юг а значит получается с юга солнышко тепло а с севера жестокий холод и чаще тень ну с север солнце там откуда вот и чаще тень меньше прогревается но зато более закалка теперь идет с севера с северной стороны вот с той дальней а с той дальней стороны оно лучше закалено нету если не делать пятнышко в половине сущего развернуться будет наоборот юг на север север на юг и теперь та часть которая была не закалена вот пятнышко оно будет теперь смотреть на север и прощай дерево вот этого к сожалению до сих пор никогда вот миллион саженцев проверь а весной будет продавать миллионами и нигде кроме как в нашем питомнике это пятнышко не увидишь все все вот это и мы на этом будем заканчивать ну и теперь ой ну как то не показать а показывал три в одном три сорта по полторы тысячи продавал лет десять назад так то по пятьсот продавал две прививки по тысячу а три прививки полторы вот согласись что это умеет торговать и умеет три прививки представляешь какая это как ее назвать то какая мощная ожидается опыление а посмотри вниз видишь тут даже разорвало низ мощные корни разорвали смотри вот 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 дни все разорвали так и вылезли наружу и когда я так я продаю все равно половина половина отрезается так положено ну теперь надо выйти отсюда как-то выбраться так так и лишний раз я вынужден это делать почему вынужден да по одной простой причине вот кто мне поверит когда все принято делать наоборот вот вот а чтобы поверили заходите на мой сайт основите нахсад вот кто такой настоящий сад почему для детей это кто такой а это кто такая троеверная сестра а это кто а тоже а это кто друг вот 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 это и есть настоящая жизнь настоящая саду и тем больше ты теперь я хочу за тебя взяться потому что ты еще не определился кем быть вот но есть такая поговорка кем ты хочешь может быть но садоводом быть обязан давай на этом закончим вот посмотрели другие дети вот и никакого этого никакого как это сказать то господи какие фотографии да я не верю щипни меня щипай зачем я вот по сути на детский выжу а нет смотри ну вот просто давай объясню персики ну вспоминай манжурские 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 орехи да собрать собрала запомнить не можешь ты такая память как у меня антоновки запомнил а вот манжурские орехи правильно вот собрала 200 рублей в кармане учись ты а ты тоже зарабатывал ты знаешь три года назад удивил всех все взрослые да не собрать ведро это вишни да это же каторга 500 рублей все отказались мой тимоша вот показывай пальцем на него пошел за 500 рублей набрал полное ведро вспомнишь ага ну это же ты помнишь потому что я так гордиться стал с тобой что мы не пропадем это ты не знаешь что такое это слива правильно слива вот персиковая мичурина она изменилась страшно потому что на красную сливу привита она должна была быть не то чтобы желтой ну так желтоватой так изменилась что я думаю господи если бы не бирка просто бирка бы не висела я бы ни за что не узнал персиковая мичурина вот а ты девочка теперь ее ничем не удивишь посмотришь в институтах нет а у семилетия ребятка в руках не в шести нормально ой я все думаю надо чтобы все это переехал в институт почему именно это не надо ой ну почему так Вишня Жуковская напоминай вот ну что за сорт самое удивительное что она переделась формально формально считается что это пипин шафран но это не пипин шафран что с ними творится я ничего понять не могу ну допускаю факт ошибки ну а это уже понятно ну а что это не понятно очень консообразная особая форма это апорт алматинский прежде всего определяется по форме уже форма сохраняется а окраска от ярко-красной до бледно-желтой все все меняется меняется а форма вот она это есть этот самый апорт алматинский ну вот третий раз скажешь анжурские орехи анжурские орехи вот персик кстати вот эти весы как-нибудь мне это в общем в общем получается так они на каком-то это не грамма поэтому путаемся видишь это не грамма вот такая груша не может 100 грамм есть так а это ни за что не догадаешься розмарин такое чудо у нас все первоклассное ну это твоя тетя дело в том что приехал человек за шелковицей вот и самое интересное было и мы на этом закончим но не можем до бесконечно говорить он купил пару саженцев шелковицы а вырастил их твоя тетя так а этот такой счастливый купил и надо было делать сильную обрезку так и посмотри какие были мощные кусты у него руках знаешь что отрезанная часть вот верхушка смотри вот и мы ему говорим давайте так мол эти листья мы можем себе а он же даже не думал обрезать что выкинем или нет мы эти листья оставим себе шелковицы они играют огромную роль прежде всего считается что они сдержат сахар у диаметиков нормализуют и прочее прочее вот тогда я взял и так хитро говорю вот они нормализуют сахар это одно из ценнейших веществ что его можно делать настойки это можно делать чай ну что говорю выбрасываем и тут бегом за мешком еще еще это вот еще это вот так ну что закончим на этом посмотри сколько о чем надо поговорить вот вот это вот привитые вот венгерки а вот это вот привитые на это на абрикос меняется на глазах а у меня же вебинар я опять буду говорить что мы не дураки и вспомню покойного Латинкова Южевсеча что мы не дураки что из-за кинга существует вот и доказательство уже является его сад его сад это все вегетативные гибрины это все вегетативные гибрины сколько же вам это а ну просыпайтесь же ребята вот агротехника калечены деревья селекция это бесконечное скалечивание прививайте прививайте и будет вам счастье будет вот такое счастье вот вдруг я завтра не проснусь я хочу бы успели это увидеть ну пожалуйста молодежь дети да не может быть ну были же школы юнатов ведь каждый десятый из нас горел желанием редиску вырастить вспоминаем яблоньку вырастить ну было же было никто в эти кружки юнатов не загонял никто не загонял а сейчас ну хорошо дед есть а если б деда не было где б ты сейчас был бы сидел за телефоном вот те я угадал нет ну все выговорился до свидания друзья обошли людям до следующего раза и до вебинара там подробнее а здесь просто чтобы хоть немножечко увлечь детей хоть чуть-чуть просмотров мало ну 200-300 каждый фильм это на всю страну зовите детей сами не смотрите многим уже не потянуть все да и на двух работах работаем по себе знаю на трех работах работаем ну позовите детей пообещайте шоколадку или еще что-нибудь пусть смотрят и что это в шкаколадку подробнее да а интересно